Чё как, с вами Камрад и добро пожаловать к просмотру нового видеоролика, где в этот раз я буду упробовать свои силы в разборе не анимации, а кино. И в качестве пробы пера мы разберём сегодня по полочкам старый двухсерийный фильм «Чародеи», снятый по братьям Стругацким. Ну или вернее сказать, снятый под их присмотром совсем иное произведение. Приятного просмотра! Мир научной фантастики богат именами крутых писателей. И там же затерялись имена советских писателей этого жанра — братьев Бориса и Аркадия Стругацких. Старший из братьев, Аркадий Натанович, начал писать ещё в конце 30-х и делился очерками со своим младшим братом Борисом на протяжении 20 лет. И через какое-то время они решили вместе работать над романами и повестями жанра научной и социальной фантастики, а также над переводами рассказов иностранных писателей. Широкую известность они получили в 1960 году, после публикации в журнале «Техника молодёжи» рассказа «Извне», который позднее был расширен на повести. И пошло-поехало! Пикник на обочине! Трудно быть богом! За миллиард лет до конца света! И многое-многое другое! Только вот те повести и рассказы, которые печатались у нас в СССР, изрядно сокращались из-за цензуры. Достаточно вспомнить сказку о тройке или беспокойство, ранний вариант «Улитки на склоне», ушедший в архивы после написания в 1965 и добравшись до своего читателя лишь в 1990 году. Большая часть работ охотно отправлялась за рубеж, даже те произведения, которые после редактуры у нас изрядно похудели. Но для зарубежного читателя чаще уходили полные версии, в то время как для нашего читателя ожидания и публикации полного материала ждали своего часа вплоть до начала перестройки. Пока писали с работы, стали появляться и первые экранизации произведений братьев. И как раз об одном из них сейчас и поговорим. Как показали себя на практике съемки, братья пополнили число писателей, чьи произведения довольно тяжело экранизировать. Остановимся в качестве примера на одной до сих пор востребованной вещи. Пикник на обочине. Пикник на обочине довольно интересная повесть, оставляющая до сих пор хорошее впечатление от похождения сталкеров в зонах с разбросанными артефактами, оставленных внеземными цивилизациями после посещения Земли. Андрей Тарковский, режиссер Иванова детства, Андрея Рублева и Соляриса, после долгого производственного ада, пересъемок и переписывания сценария Аркадием и Борисом, выпускает сталкера, атмосферную полуметражную картину, но муторную и не имевшую ничего общего ни с повестью, ни с самой первой версией фильма, уничтоженной после просмотра материала режиссером-создателем. Что толку от ваших знаний? Чья совесть от них заболит? Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь рано, другая сволочь похвалит еще рано. Душу вложишь, сердце свое вложишь, сожрут и душу и сердце. Ну а что там с чародеем? Сегодняшним гостем нашего обзора. Тут все тоже очень интересно. Все обязано повести. Понедельник начинается в субботу. Как сказано в аннотации, сказка для научных сотрудников младшего возраста. Разбитая на три части по пять-шесть глав каждый, она повествует нам о похождениях программиста и новоиспеченного сотрудника Александра Привалова в стенах и кабинетах «Ничего», где маги, магистры и волшебники решают вопросы о познании и преобразовании мира во благо человечества. Написание началось с небольших рассказов, сочиненных Борисом Натановичем и его коллегами в стенах Пулковской обсерватории «Кто от скуки, а кто как Боря» после экспедиции и прочих работ. И вот от скуки принялись они как-то вечером сочинять рассказик без начала и конца, где был такой же вот дождь, такая же тусклая лампа на шнуре и без абажура, такая же сырая веранда, заставленная старой мебелью и ящиками с оборудованием, такая же унылая скука, но где при всем при том происходили всякие забавные, абсолютно невозможные вещи. Странные и нелепые люди появлялись из ничего, совершались некие магические действия, произносились абсурдные и смешные вещи и кончалась вся эта четырехстраничная, вполне сюрреалистическая брагадабра с замечательными словами «Дивана не было». Эти шутливые рассказики вызвали смех у родных Стругацкого, когда тот пересказывал эти коротенькие сочинения в гостях, но как вы поняли, шутка вышла из-под контроля, а название имеет две версии своего происхождения. Первая была обязана розыгрышу знакомой, а вернее фейковой новостью о старте продаж в Ленинградском доме книги несуществующего произведения Эрнеста Хемингуэя с тем же названием. Ну а вторая была недалеко от истины, из-за рабочей недели. До 1967 года все работали по графику 6-1, где суббота была укорочена на один час рабочим днём. Первую попытку экранизации предприняли на Ленинградском телевидении, экранизировав только первую часть «Суету вокруг дивана». Но в качестве сего отрывка позволяет желать лучшего, и после того, как поклонники произведения захаяли этот фильм, его в эфир больше не пускали. Братья, возможно, после того телефильма полагали, что идеальным воплощением их повести должен был стать мультфильм, но такой задумке не суждено было сбыться. Повторный гонг пробил только ближе к началу 80-х, когда Константин Бромберг из Одесской киностудии добился от руководства разрешения на новую экранизацию, позвав Аркадия и Бориса поучаствовать в создании нового проекта. И понеслась! И под этим предложением я имею в виду переписывание на радость режиссёру. Ничего перетрансформировалось в ну и ну, на замену героев первоисточника появились новые действующие лица, и сюжет разворачивается под новогодние праздники под музыку. Мюзикл как-никак. Тут тебе ни суеты вокруг дивана транслятора, ни испытаний кадавра идеального человека, или же решения вопроса, почему попугай Януса Полуэктовича был сначала найден мёртвым, а сейчас он жив-здоров. Я уже выше сказал, что это совсем иное произведение. И кто же это сотворил? Да, любопытно. Фильм рассказал о человеческих отношениях двух влюблённых, одного из которых заколдовали, и что только любовь способна творить настоящие чудеса. И я обязан это вставить. Любовь! Под Новый год в ну и ну готовится мероприятие с демонстрацией комиссии волшебной палочки, сделанной в одной из лабораторий заведения. И в то же самое время один из вышестоящих управленцев, Аполлон Митрофанович Сатанеев, преследует свои корыстные цели. И вот тут-то и закручивается сюжет, разбитый на две серии на час-десять минут. В первой, после знакомства с действующими лицами, начинается злодеяние Сатанеева, которому удачно попадаются эти пары. Ведьма из лаборатории абсолютных неожиданностей Аленушка с женихом-москвичом Иваном и директором Института Шамаханской с замдиректором по науке Кивриным. Кстати, о Киврине. Пожалуй, это единственный герой, который пришёл из книги. Только в первоисточнике тот заведовал отделом линейного счастья. Очень рад вас видеть, особенно с такими сияющими глазами. Что-нибудь нечисто? Чисто, чисто. Я замуж выхожу. Из-за ложной информации о, якобы, свадьбе Алену с Кивриным, Шамаханская накладывает чары на последнюю, и сняты которые можно с помощью поцелуя того, кого она на самом деле любит. Заклятие не без изъяна, скажу я вам. Неплохо, Ванечка, родной мой. Что-то со мной случилось. Я сама не своя. Ты не думай об этом. Не думай. Это всё наваждение. Узнав об этом, коллеги Алены решаются вызвать Ивановки Тяжеград на подмогу. Во второй серии Иванушка, благодаря Коврову и Брылю, проникается в курс дела и под видом руководителя музыкального ансамбля, выручает Алену и попутно с новыми друзьями из Нуину ищет украденную Сатанеевым волшебную палочку, чтобы спасти презентацию для комиссии и сам новогодний праздник внутри этого заведения. Хоть всё место действия и происходит в стенах Нуину, место съёмок впечатлило своим количеством. Улицы Суздале выдали себе за местность вымышленного города Китяжграда, хотя в книге это были словцы. Московская гостиница «Союз» стала самим институтом, а его помещения, кабинеты, залы, лаборатории и вовсе были сняты в новом корпусе телецентра Останкино. Цензура также оставила свой след при производстве кинофильма. Начальство центрального телевидения Александра Абдулова с самого начала не хотели утверждать на роли Вана, из-за подозрения в романе с американкой, которую власти считали шпионкой. Отсюда и актёр стал невыездным за рубеж. И да, вы замечали при просмотре, что главный герой мелькал лишь в начале и в конце первой серии, так как снимали отдельно. Дело в том, что Абдулов снимался в других телепроектах и театральных постановках, поэтому свободное время для съёмок в «Чародеях» были у него только ночью. Снимали порознь Яковлеву и Гафта. Сказались натянутые отношения на площадке. Она постоянно забывала некоторые фразы и вела себя как самая настоящая ведьма, чтобы один раз Валентин Гафт чуть не придушил её. Даром в этом мире никому ничего не даётся. Даже дуракам. Это я не о вас. Но больше всех досталось, внимание, Георгию Вицыну видит Швицина. Нет. И я не вижу. А он и есть. Тут сенсоры видели в нём кота-бегемота, Михаила Булгакова. И на финальном монтаже вырезали всё, кроме двух фраз Усатого. В повести он промелькнул как обитатель музея и знакур-нож. А в фильме кот мог стать помощником для Вани и остальных героев. Кто виноват тут больше всего, сами цензоры, сценаристы или режиссёр фильма, дискутировать можно долго. Правду мы вряд ли узнаем. Ну а в этой части под удачными находками я постараюсь найти и рассказать то, что реально украшает этот фильм. Как и предыдущий многосерийник от того же Бромберга «Переключение электроника», имеются музыкальные номера. Евгений Крылатов, севший по старой дружбе с режиссёром на кресло композитора, реально превзошёл самого себя. Стихи к песням написал Леонид Дербенев, и мы получили реальную музыкальную команду мечты, как раз под мюзикл, который в итоге вышел. Только песни, по большей части, исполнили не сами актёры, будь то «Снежинку» или «Три белых коня». Некритичны. Также можно просить и некоторые комбинированные съёмки, как, например, «Полёт Сатанеева». Кто это снимал и монтировал? Местами отдалённый фильм также подмигивает в сторону повести. Хотя бы тем, что события разворачиваются в праздники, как во второй части «Суета сует» и наличием волшебной палочки, перешедшей из суеты вокруг дивана и называвшись «Умклаймдетом». Из актёрского состава удачно выглядит дуэт Эммануила Виторгана и Михаила Светина. Хорошо попали в образы. Абдулов, Гафт и даже Фарадат также достойно отыграли роли. В общем, мучения того стоили. Пускай, что сам один из братьев-писателей сказал иное насчёт фильма. С Константином Бромбергом мне работать не пришлось совсем, я с ним лишь едва знаком. Фильм «Чародеи» задумывался режиссёром как мюзикл. Мюзикл получился недурной. «Сначала он мне, признаться, не понравился совсем, но посмотревший его пару раз, я к нему попривык и теперь вспоминаю его без отвращения». Борис Стругацкий Прошло несколько лет, и когда Бромберг в тот момент уже обосновался в Штатах, от Абдулова поступило предложение о создании продолжений «Чародеев». Оно и к лучшему, что предложение так и осталось нереализованным. В противном случае, если бы дали денег, то с вероятностью в 95%, а то и выше, мы бы получили плохой сиквел на манер «Карнавальной ночи 2» или что-то в этом роде, где создатели оригинала были причастны к производству, но всем бы рулили продюсеры и дядьки из телевидения. Хотя с тех самых времён ничего не поменялось. Предполагалось, что бандиты из лихих 90-х должны были отжать здание Нуину под свои нужды, как и волшебную палочку. Ну что, представили эту картину в голове? Я думаю, что оно и к лучшему, что сиквел не состоялся. Ну а нужен ли он? Думаю, что нет. Для такого простого, но приятного и старого телефильма, пройдя через такое, съёмка сиквела или, упаси господь, ремейка, был бы преступлением. В моём случае, «Чародей» — это приятная киносказка для всей семьи, в аккурат под Новый год, и неплохая альтернатива иронии судьбы или с лёгким паром Рязанова, искатившимся до конвейера ёлкам. Когда-нибудь мы точно увидим и полную экранизацию «Понедельника Стругацких». А пока пересматриваем и эту версию, от которой руки на ноги остались. Но знаете, и она имеет право на существование и дальнейшие повторные показы. Авторы показали победу любви и добра над злом, чуть-чуть высмеяли бюрократии того периода и завернули всё это сказкой и песнями. Фильм оставляет до сих пор хорошее впечатление от просмотра, как и большинство старых советских картин. Дорогие друзья, вот и закончился 2023 год. К сожалению, за уходящий год роликов вышло чуть меньше, чем планировалось. Если сравнивать с предыдущими годами. Я, конечно, ничего не обещаю, но в следующем году постараюсь и дальше радовать вас контентом. Будут и ролики об анимации, о кино, о конвентах и фестивалях. И, возможно, новые экспериментальные рубрики и возвращение некоторых старых, по которым вы, наверное, соскучились. Сначала я хочу выразить благодарность моим подписчикам на Бусти. Благодаря вам, несмотря ни на что, контент продолжал выходить. И вам, дорогим зрителям, которые тратили время на просмотр, а также всем моим старым и новым знакомым, родным и друзьям из разных сфер жизни, поддерживавших меня морально и принимавших участие в создании контента и обсуждении всякого рода идей. Желаю всем вам новых свершений, удачи в делах, финансового достатка, хорошего отдыха в эти праздники, счастья, здоровья и мирного неба. Пусть в эту ночь сбудется ваше новогоднее желание под бой курантов. Пора провожать кролика и встречать дракона. А с вами был Камрад Эльвавучо, закрывший сезон контента на 2023 год. Вот такие дела. Увидимся с вами в новом году! Сейчас бы салатика навернуть. И кока-кол. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин